Всем привет привет! Вы на канале VODGSN и на продаже появились две тачки 8 уровня, каждая из которых является мастхэвом в ангаре любителей средних танков. Это очень хорошие машины на своем 8 уровне и они включены мною лично в 4 основных средних танка на 8 уровне. Сейчас объясню почему и озвучу какие еще две машины я отношу к этому списку. Итак, Сантурион МК-5-1 и Шкода Т-27. Я себе покупал данные машины без каких-либо дополнительных плюшек, но если бы у меня их не было и я знал, что это за машины, то однозначно покупал бы себе эти танки в составе набора за 12,5 тысяч. Дело в том, что даже если убрать полностью все, что положили дополнительно к этим машинам и рассматривать эти машины просто как в голом состоянии, то разделив 12,5 на две машины, вы получили бы 6250 голды за каждую из них. И поверьте мне, они стоят этого золота. Но нет, ребят, не все так плохо. Здесь за 6250 к каждой машине вам еще положили целых 20 сертификатиков Х5, что существенно поднимет ваш элитный опыт экипажа, который распространяется на все машины в вашем ангаре. Плюс к тому, положили великолепный легендарный внешний вид как для Сантуриона, так и для Шкоды. Да, пускай вы не любитель, может быть, внешних видов, но если вы получаете их в нагрузку к машинам по приемлемой цене, то почему бы и нет. Да и плюс к тому, как я уже сказал, данные внешние виды разрабатывались именно для этих машин, и они не повторяются на каких-либо других тачках в нашей игре. Плюс к тому, вам положили Х5 в количестве 20 штук на каждую из этих тачек. Ну и, соответственно, на этих машинах, поверьте мне, вы сможете неплохо их реализовать, а значит существенно поднимете элитный опыт экипажа, который распространяется на все танки в вашем ангаре. Плюс открытое все оборудование, по моим грубым подсчетам, в районе 2 лямов серебра экономите на каждом из наборов, соответственно, в районе 4 миллионов серебра экономите в целом на двух машинах. Ну, аватар в учет не берем, мне он не нравится, да и вообще ценностью я аватары в нашей игре особо и не считаю, разве что какие-то легендарные, приуроченные к каким-то событиям, допустим, с любимым мною Шварцем. Ну а что касается того, чтобы брать по отдельности, то на Центуриона МК 5.1 ценник в 7.5 в целом нормальная цена. На сегодняшний день абсолютно, я бы сказал, адекватный ценник. Ну а что касается того, чтобы прям уж совсем прицепиться, то знаете, как с курткой на базаре, вроде бы смотришь на куртку, куртка тебя устраивает, качество хорошее, цена адекватная, но хочется все-таки немножко поторговаться. Так вот, если хочется немножко поторговаться, то максимум, максимум, что можно скинуть, это 500 золота и 7 тысяч машина однозначно стоит. Что же касается Шкоды Т27, то ввиду того, что она подойдет далеко не каждому танкисту, я бы не сказал, что она стоит 8.5, я бы не сказал, что она стоит 8 и 7.5 она не стоит, но 7 на нее абсолютно адекватная цена. А значит, 6.250 в составе набора за каждую из них, это ценник вполне себе даже адекватный. Так вот, ребят, почему я говорю о том, что эти две машины, они включаются мною в 4 основных тачки на 8 уровне для любителей средних танков. Остальные две машины, это Progetto 46 и это, ребят, Chimera. А теперь попытаюсь пояснить свою позицию, поясняю ее следующим. Chimera обладает долгим временем перезарядки, но существенной альфой. Что касается Centurion MK5-1, он обладает шикарным временем перезарядки, но не существенной альфой. Что касается Skoda T27, она обладает шикарным барабаном, который выплевывает снаряды через каждые полторы секунды, но имеет существенное время перезарядки самого магазина. И что касается Skoda 46, то, ребят, ой, Skoda, господи, Progetto 46, то Progetto 46 это машина, которая обладает барабаном с системой дозарядки, перезаряжается довольно бодро, играется и как цикл, и как барабан. Короче говоря, именно эти четыре машины включают в себя те или иные позитивы. И если вы обладаете четырьмя этими машинами, то, по сути, вы обладаете практически всеми возможными способами и всеми возможными тактиками игры в боях. Соответственно, разнообразие геймплея вам обеспечено. Все остальные машины так или иначе где-то в чем-то дублируют. Тот же самый Burask, он дублирует обычную игру на барабанах, ну и плюс-минус где-то как-то в чем-то сбалансирован с остальными барабанами. Та же самая Lorraine и те же самые 59-й Patton. Короче говоря, все оно танцует вокруг этих четырех машин по геймплеям, которые они вам обеспечивают. Прошу обратить внимание именно на это. Я не говорю, что машины все остальные клоны этих четырех тачек. Я говорю, что это фундамент игры на средних танках и, повторюсь еще раз, если вы обладаете четырьмя данными машинами, то, по сути, вы вобрали в свой ангар все возможные варианты использования средних машин и под каждое настроение, каждая из них что-то вам предоставит. Что касается Шкоды Т-27, то в следующем видео я выкачу ее из ангара, мы на нее посмотрим. В данном видео не хочу тратить на это время, хочу показать вам Центуриона МК-5-1. Давайте кратенько обсудим технические характеристики по орудию в первую очередь, ну а все остальное заценим в боях. Время сведения шикарное, 3 секунды, разброс практически идеальный, 0-3, обалденный ДПМ в 2300, всего лишь 5 секунд перезарядки между снарядами и всего лишь 190 единиц альфы. Но поверьте мне, жалят они довольно-таки серьезно. Пробитие у него более чем достаточное для того, чтобы качественно отыгрывать. Ну а что касается углов склонения орудия вниз, то как обычно зацениваем угол склонения вниз минус 10. И это действительно очень хорошо, потому что добавляет не только комфорта игры на неровностях, но плюс к тому машина обладает очень хорошей броней по башне. И от башни вы можете довольно часто играть и получать от этого тоже массу удовольствия. Ну что, давайте попытаемся выкатить его из ангара и посмотреть на что он способен в реальном первом попавшемся бою. Ну что, поехали. Что касается подвижности. Машина с места не срывается, она едет как типичный средний танк. И я не думаю, что вы сможете высказывать Центуриону какие-то претензии на эту тему, с учетом того, что машина очень часто не пробивается с соперниками. Довольно-таки неплохо себя чувствует, обладает крайне приятным орудием, которое сможет реализовывать практически любой игрок в нашей великолепной танковой стихии. Что касается угла склонения орудия вниз, то, как видите, достаточно для того, чтобы играть на неровностях. Вы можете выцеливать. Время сведения очень приятное. Точность у орудия довольно-таки классная. Что касается того, что вы можете себе позволить на данной машине. Вы можете позволить рашить. Вы можете позволить поддерживать ваших союзников. Вы можете позволить себе практически все, чего душе угодно. Да, безусловно, машина не без недостатков. И говорить о том, что это прям имба, я не буду. Но, ребят, массу удовольствия данная машина вам предоставить может. На сегодняшний день танк играется, ну, намного лучше, чем когда-то игрался. Не знаю почему. Вроде бы разработчики ничего в нем не меняли. Вроде бы премиумные машины у нас не ребалансят. И они остаются всегда такими, какими они заявляются. Но все же. То ли игроки как-то по-другому играть начали против Центуриона. То ли действительно Центуриону где-то втихаря что-то как-то немножко подкрутили. Раньше у меня о Центурионе было мнение, ну, я бы сказал, немножко другим. Что касается возможностей Центуриона. То возможность Центуриона это наносить массу урона за бой. При этом выживать в боях, быть крайне полезным. Ну, в общем, очень качественная, хорошая машина. Если вы играете, допустим, на экшен-иксе и кайфуете от его скорострельности и ДПМа. То я уверен, что и Центурион будет вами покорен крайне-крайне быстро. Ну и, соответственно, будете довольны покупкой. Если вы любите все-таки играть от Альфы, а не от ДПМа, если вам все-таки нравится перезаряжаться чуть дольше, но за один выстрел сразу накидывать массу урона, то, безусловно, Центурион вам, скорее всего, не будет интересен. Так, ну что, давайте попробуем против Химеры немножко поиграть. В любом случае, у Химеры не хватит сейчас однозначно духу для того, чтобы меня разобрать. Ну, а мне, почему-то, кажется, хватит духу отправить данного товарища в ангар, пока он будет на перезарядке. Но не добирайте его, я очень сильно хочу сделать этот фраг. Не успел, буквально доли секунды не хватило. Немножко пожадничал тратить Серебряндию на то, чтобы ускорить перезарядку. Но, в целом, в любом случае, то, что я хотел вам показать, я уже показал. Вот так Центурион играется практически постоянно. В основном, вы будете набрасывать, возможно, еще и больше урона, тогда, когда бой сложится как-то немножко по-другому. У вас будет больше возможностей для того, чтобы стрелять. Ну, и не стоит забывать о том, что к машине необходимо привыкнуть. И те, кто не умеют играть качественно на машинах с быстрой перезарядкой орудия, но с малой альфой, не сразу оценят Центуриона. 1350 для Центуриона вообще никакой не показатель. Но обратите внимание, за эти все результаты мы получаем с вами 57660 с учетом прем-аккаунта. Ну и плюс к тому, ребят, стоит отметить, что он неплохо фармит даже без према. 57 тысяч сейчас было бы, если бы прем-аккаунта у меня активированного не было. Что касается моей результативности по команде, то далеко не самый лучший результат. Но третье место в команде занимаю железобетонно. И в целом на Центуриона вы будете делать это практически постоянно. Практически любой бой, с учетом качества и суммарного ТПМ по орудию, вам обеспечены лидерские позиции в вашей команде по результативности в отношении настрела. Ну что, я думаю, что имеет смысл взять Центуриона еще в один бой и попытаться еще чего-нибудь хорошего на нем сделать. Ну что, поехали, попробуем реализовать тачку еще раз. Так-с, поехали вместе с нашими. Как вы видели, у наших соперников есть два Центуриона МК-5-1. И когда я это увидел, меня это немножко начало смущать. Немножко. Это даже очень-очень слабо сказано. Дело в том, что взвод Центурионов может разнести в щепки вполне спокойно троих, а то и четверых соперников. Именно пользуясь возможностью танковать и пользуясь возможностью очень часто отстреливать. Ждем, пока ребята нагланут, поднимутся. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, слава богу, одного вынесли, а значит, в принципе, можно сказать, что процентов 40 от победы уже в нашем кармане. Так, этого товарища пока оставим, там есть кому им заняться. Ну, а давайте пока поразряжаемся здесь. Да что ж такое? Почему попадание? Почему не пробитие? Нечем ремкаться, это не очень приятно. Но в целом справились. Сейчас обождем секунд 30. Немножечко починим наши корыцы и поедем дальше. Так, ну, встречать барабан как-то не очень. Зачем ты орудие поднимаешь, Эмиль? Оно тебе все равно не поможет. Только в клинче помогает, и тут далеко не на всех машинах. Выцеливание. На дальних расстояниях ваши соперники выцеливаются вам и в их серые зоны крайне-крайне просто. Машина обладает, ну, в край точным орудием, и поверьте мне, на нем отыгрывать как ПТ даже, периодически, хоть альфа и не сильно большая, очень-очень просто. Я не говорю о том, что на Центурионе необходимо ПТ-шить. Я говорю лишь о том, что у вас не будет абсолютно, абсолютно никаких сложностей в том, чтобы выцеливать ваших соперников на любых расстояниях. И это одна из фишек Центуриона. Фишек, которые позволяют вам побеждать, которые позволяют вам быть одним из лидеров в своей команде. И Центурион зачастую в последнее время это один из танков, на которых, в принципе, держится победа команды. Если игрок, который играет на Центурионе, отыграет плохо, то в целом велика вероятность того, что команда проиграет. А вот если он, зная, все за и против по данной тачке отыграет хорошо, поверьте мне, победа вам обеспечена. И когда союзники видят, что в их команде заходит Центурион, то они в чем-то даже немножко больше уверены в своей победе, чем в других боях. По крайней мере, со мной именно так. Если со мной вместе в команде заходит Центурион МК-5-1, я знаю, что шансы на победу гораздо выше, чем в любом другом бою. Ну что, смотрим на результаты. Опять-таки, я не сделал сейчас прям какого-то бешеного настрела, но, ребят, я выжил в бою, я был полезен. Если бы я прям сильно не быканул, возможно, сделал бы побольше и меня бы не настолько кританули, что я бы остался без ремок. И, возможно, результат был бы лучше. Но даже за эти результаты я получаю 32 тысячи с учетом прем-аккаунта. Ну а если прем-аккаунт отсюда выбросить, то, ребят, результаты им все равно... А, кстати, вот вам, пожалуйста, у меня прем-аккаунта нет. 32 тысячи это без прем-аккаунта, а 47 тысяч с копейками это с прем-аккаунта. Ну тоже, согласитесь, результат довольно неплохой за такие несложные в получении результаты. Что касается моей результативности по бою, то здесь я пасу задних. Я занял первое место, правда, с конца, но в любом случае получил массу удовольствия от боя, в котором я присутствовал. Обратите также внимание, когда вы смотрите любые обзоры, в том числе и на моем канале, что машина так или иначе играется немножечко хуже, когда тот, кто показывает вам эту машину, постоянно с вами разговаривает, на что-то обращает внимание и, соответственно, параллельно думает не только о реализации машины, но и о том, чтобы пообщаться с вами, как со зрителями и высказать свое мнение. Так вот, ребят, будьте готовы к тому, что Центурион будет давать вам результаты, в том числе и в отношении настрела и в отношении количества фрагов, выше, чем те, которые вы сейчас увидели. Это не реклама танка, вы можете его не покупать, и я не говорю, что бегите в магазин и берите прямо сейчас. Но если вы хотите посмотреть на Центуриона МК-5-1, таким, какой он есть на самом деле, в разрезе честных обзоров, то я добавил ссылки в описании, обязательно переходите, посмотрите, это поможет вам сделать правильный выбор. Что же касается второй машины из данного набора, Шкода Т27. Буквально в следующем видео выгоняем ее из ангара, смотрим, на что она способна, обсуждаем ее орудие, поэтому подписываемся на канал прямо сейчас и жмем на колокольчик, чтобы не пропустить выход этого видео. А также, ребят, напоминаю всем о том, что 31 августа, а именно завтра, в 19.00 по ЦЕСТ, либо в 20.00 по Киеву, если вам так проще считать, будет прямая трансляция в отношении вот этого мини-квеста от Мегадис. Будем вместе катать, разыгрывать призы, короче говоря, всех жду в гости, всех жду на прямую трансляцию. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!